здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек как говорят таких случаях с интересной судьбой но точнее наверно с интересным я уж не знаю увлечением смыслом жизни вот есть люди которые как бы домой на диван после тяжелого рабочего дня включая телевизор или в интернете живут и тогда утром опять на работу а есть люди которым что-то не дает покоя хорошем смысле этого слова у нас гостях сергей лисанчевиалов любилецкий плавец на свердлинные дистанции мы напомним вам что такое чуть позже ну и два таких главных событиях которых я сейчас и буду узнавать у нашего гостя но прежде всего вы же не родились прямо человеком который сверх длинные дистанции плывет ну конечно я работе родился обычно мальчиком в день перемкнул это в хорошем смысле слова перемкнула перемкнула в лет наверно 30 30 лет когда вроде бы уже трудно чем может перемкнуть да нет было сидячая работа то кабинетная скажем так работал в госструктурах а тело чего-то другого 3 да и понял что в 30 лет не могу там пробежать там 100 метров и как бы начал бегать так бегал было бегать утром вечером на велосипеде можно было и бегал до долго много то пробежал там по моему 4 марафона там были дистанции горные забеги горные трейлы а ну ты начал увеличивать до 1 радиус бега все как в плавании уже позже и потом травма колена и врач сказал все хватит бегать причем заниматься он будет плавать плавать до иду плавать но кстати плавать это я тоже люблю плавать для здоровья для здоровья это когда без тела вообще в воде то да вроде как ощущается это плаваешь и все хорошо ну вот ну и как бы чтобы плавать правильно нашел школу нашел тренера а вы новую а то есть вы спи за новый плавать то могли в принципе ну вы хотели молоте но хотелось она хотела хотелось плавать как-то как красиво да так вот нашел тренера с рамутина юрия валерьевич и он стал мне ставить в клубе в своем технику плавания соответственно упражнение всячески и так далее и так далее а задача какая стала просто задача просто просто плавать да вот просто хотелось плавать и плавать нет не на скорость но потом как гену аппетит приходит во время еды и когда ты уже достигаешь там определенные цели тебе хочется плавать быстрее если ты проплываешь километр тебе хочется проплыть больше и вот как бы это цепляется и дальше 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 идет там первой дистанции были километр там два три пять но вы знали вообще что существуют такие вот заплыву потому что но чак когда я ноги плавает он плавает как бы но на скорость бассейн на это все заканчивается я случайно услышал опять же таки в бассейне историю что человек только что приехала с никого марафона и где он пропал 25 километров его смотрел думаю наверное что-то там запутали напутали и что-то начал искать судорожно интервей действительно шел там вот эти ультра марафоны марафоны на открытой воде и меня это заинтересовало и кстати есть за пределами российской федерации то есть за рубежом такие такого рода марафон они самые старые известные семьи океанов называется пролив гибралтар переплыть ла-манш кука и там ну и красиво звучит это очень красиво звучит но поскольку мы там все в санкциях туда попасть ну когда-то все это изменится достаточно тяжело да и поэтому вы пока находите и есть дистанционно слава богу на старая большая есть да в стране у нас то есть то есть в мире вообще есть две такие серии да как я понимаю может там больше конечно я вот то есть это вот семьи океанов там да такая большая вот есть заплывы который организовал наш соотечественник который продвигает марафонское плавание на стране и то есть это компания гран грант своим серии дмитрий горов такой есть не безвест вот чтобы мы сразу понимали есть плавание как вид спорта с точки зрения там олимпийских игр и всего прочего но это же не олимпийский вид спорта то есть марафон это что ну марафонское плавание то есть в качестве олимпийского вида спорта там по моим дистанции идут 10-25 километров да но есть вот такие марафоны а у вас может быть здесь дал конечности да он построил такую схему то есть в его серию входит порядка там восьми марафонов то есть сетку это не вас улак котлин финский залив переплыть балхаш и сыкуль в калининграде ну то есть по белому моря получается соловки свим и самый длинный в россии если не в мире там 100 километров челлендж такой у нее есть там проплыло несколько человек все тоже ну вот я хочу просто чтобы мы вернулись уже к вашим непосредственным достижением вот какой у вас был первый длинный заплыв 1 я за в том году значит зарегистрировался не получил одобрение там надо квалификацию пройти то есть собрать необходимый комплект документов справки мед свидетельства и до проплыть какие-то до дистанции там 10 километров 15 скидываешь организатором в питье в петербург они там это все просматривают и говорят да все хорошо ты можешь плыть наш заплыв то есть приезжаешь в питер я зарегистрировался на 25 километров это необходимо было проплыть от санкт-петербурга и лагина острова до кронштадта до до острова котлин на машине там там до на прямке как бы но плыть до плыть 25 километров до погода какая была вода в аппарат погода дали это конечно потому что финский зариф он и так дон и летом не очень да не очень теплые там по моему когда я выплывал была температура пятна с половиной градусов а потом уже когда в финске из из него вышел финский там уже где-то 17 18 такое так начинается ваш заплыв да это в том году это вот к что касается коттен все ты плывешь тебя сопровождает судья с хронометражем то есть когда они плыли там команда нет один плывешь один то есть они же не было ни одни такие длины заплыв да то есть марафонский заплыв они как правило идут ну то есть ты один это как-то печально одному то а бар здесь вопрос стоит не про соревнования здесь вопрос именно вот в моем случае про преодоление себя то есть ты плывешь и у как-то выдержишь это не выдержишь какая погода будет да то есть может подняться волна там финском заливе там метр и всегда и твоим штанг да это же не в бассейне в любом случае да и вас или это всякий раз это непредсказуемо это какие то это вот какое-то приключение в моем случае да а каким стилем вы или трон ждали кролем это достаточно экономичный и быстрый стиль и дыхалочки хватает и хватает абсолютно сколько вы проплыли в итоге и по времени как что считается в этом вот марафоне так я проплыл дистанцию 25 но поскольку были течения меня поставим там носила там намотал по моему еще километра полтора двадцать шесть там и 2 6 и 3 так ой проплыл я вот если не ошибаюсь за 8 часов 40 минут вот так 40 минут так но это получается в итоге значит по времени выплыли утром дали как когда я выбрал там вообще все отлично там выплываешь 6 утра и плывешь световой день ты видишь все вокруг там что проплываешь острова какие-то там бакланы эти чайки носятся то есть видишь сопровождающего не огонек там где-то в ночи который вот я сейчас расскажу позже видишь сопровождающего и все как-то здорово светит солнце опять же солнце прибавляет сил очень здорово но это был получается первый давать это это первый заплыв после которого можно было сказать все мне достаточно все хорошо но я этим заниматься не буду вы не остановились а потому что дальше интересней так давай дальше же в этом я почему стал говорить про гранд свим у них же там целая ринейка этих и то есть ты смотришь слушать там следующий 77 километров но опять питер опять здесь рядом да и он у вас будет этот да вот и следующий как я только приехал после куту котлина домой в люберце сижу ну сразу конечно вышел из воды думаю все больше никогда не о чем никуда не поплыву все на буквально подвиг совершила для себя я как бы вот этот кондоминиумом сделал и да нет не буду дальше ничего и и уже буквально когда из питера ехали сюда и остался достать думаю что там следующий чудо даже если ровно то есть как бы нет но да да как бы нет ну да да и смотрю блин него 77 я буквально там через неделю я зарегистрировался на это заплыв там через две думаю нет в следующем году еще вот этот и все потому что это все таки так красиво думаю там старт в городе там шлиссенбург на ладожском озере далеко далеко то есть ли как дошли зельбурга не доеду когда в питере можно доехать провинциальный город да то есть я тоже думал что такой шлиссенбург там крея все начали так вот и от шлиссенбурга там вот остров орешка по-моему есть крепость да я оттуда как бы старт непосредственно оттуда с ладоги честно говоря стартом прозвучал я прыгнул воду там вода вообще четыре с половиной градусов было я сразу захотел вылезть и думаешь а вылез вот ну потом поплыл 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 и вы наверно в специальности киаде да это за гидрокостюм была клава там неопреновая которая греет ну то есть не дает там голове замерзнуть носки только руки открытые старт был ой 8 вечера темно да это наверное сыграл определенную я просто знаю определенную да с вами история дошла рассказывайте до историю а зачем вечером то плыть о днем не забыла смысл в том что дополнительно в ниве начинается навигация поутру там ходят корабли там катера угрожая и чтобы не попасть вот в этот вот волну когда они там все проходят и чтоб ты под утро приплыл где-то там часов шесть в питер и проплыл санкт-петербург до авроры ну то есть и вышел по утрам да вот это надо стартовать ну и соответственно стартовали мы ночью насколько это боль 8 вечера 8 вечером где-то 8 ником примером там там темнеет поздно рано вернее и плыли 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 то есть там течение помогает на некоторых участках вот именно когда подплываешь там километров 20 шлиссенбурга отплываешь ты плываешь там и к женске 20 километров вода но нет это по сравнению 77 и там начинается такое место есть ивановские пороги где него имеет самая узкая узкую вот эту ширину да и соответственно вода разгоняется пример там до десяти километров в час это ивановские пороги они идут там примерно километров наверное 5-6 вот по ощущениям как я не знаю там ну так вот когда плывешь и соответственно очень быстрое течение вот эти водовороты всякие так далее то есть они вас притормозили водовороты да нет там течение или наоборот когда ты плывешь кролем тебя немного так швыряет из стороны в сторону туда закинет и ты чувствуешь тебя там вот давайте вот мы сейчас здесь моменте ивановский как называется ивановские пороги в ивановских порогах мы останавливаемся потому что мы проплыли сейчас сколько 20 километров мы сейчас да да вот в эфире проплыли 20 километров остаемся здесь делаем большую паузу а вот что случилось а случилось все-таки сергей александровичем дальше мы узнаем с вами после небольшой паузы напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях сергей александрович вялов как вы уже поняли не просто человек который любит плавать и просто люберчанин а еще человек который любит сверх длинные дистанции с легкостью нам рассказала первым своем сколько там было 25 до килограмм не 22 вообще 2 примерно и вот мы еще 20 километров с ним проплыли все по той же замечательной неве по родной мы по крайней мере в питере и вот он попадает в такие водовороты и что происходит дальше а ведь впереди эта дистанция 77 километров то есть впереди еще по идее 52 километра плыть и темнота ну темно да и так темно да и вот эти вот значит огромное течение швыряет впереди идет катер сопровождения вот и я когда плыву ориентируясь на ходовой огонь который специально повешать там 100 или иной стороны и он так немножко моргает или горит просто как ориентир как ориентир и когда плывешь делаешь ну то есть вдох и ты видишь так у нее он тебе дает направление какой вот и тут получается такая штука что меня водоворот как бы выкидывает в сторону забыл сказать что по фарватеру не вы по это стоят такие буи ну то есть караба сигнальные буи да и вы для кораблей он где-то метр наверное в диаметре подводную часть я не знаю сколько но вверх он где-то метра два с половиной три что такое весит он наверное килограмм 600 700 по ощущениям и я делаю следующий грибок меня как бы швыряет немножко в сторону делаю за мах на грибок и передо мной всплывает вот этот буй то есть из воды появляется резко меня насаживает значит они убьют немножко вот почему он был под водой потому что его течение притапливает а потом и он периодически выпрыгивает из-за штуки ну и соответственно меня как куру гриль на на эту штуку надевает небольшой удар такой почувствовал то есть по ребрам значит сразу ко мне там лодка организаторов по подплыла там все там ну сразу вот этого что делать там как чего как себя чувствуешь слушать вроде нормально плыву но только вот как-то счет подбаливает вот ну выпил обезболивающего на этом у меня в пакете был вот ну думаю наверно ушиб там поплыву дальше честно говоря не придал этому особого значения там и попал дальше дума разойдется но да можем уже рассказать что на самом деле произошло ну да когда я прошел дистанцию уже там достаточно так и потом как нехорошо так было уже когда да то есть доплыл все финиш там наградили шампанское время а сколько было когда при при 10 10 часов с копейками то участие 10 20 или 14 часов 14 с половиной 1427 1427 1427 плыть представляете берегу встречал там мой тренер со своей супругой там все вот это очень теплая встреча такая была вот и вышли я вышел пошел в то есть гостиницу меня там отвезли сразу поспал и думаю что тут делать буду пойду люберцы родные он собрался и поехали на машине сопровождающим там в люберце и заехал в наш травмпункт не делают сушить и гет у вас перелом два ребра пятое шестое как перелом на год вот так а вы что нормально как-то не знаю болит конечно да но не так что ну да ну такая вот история сейчас все хорошо ну конечно то есть получается что наш гость сергей аллов плыл большую часть дистанции до студа сломанными ну так получилось если я знал я бы наверно сразу сошел вот из честно а так вот как то вот ну так вышло но теперь вы не жалеете о том что вы не знаю ну конечно не жалею а то потому что все-таки готовишься год и процесс это очень длительный и начал уже плыть хотя хотелось даже выскочить сразу да и за и как бы но это больше такой вот эмоциональный как хорошо ну и вот теперь мы можем еще рассказать и о самом вашем последнем до ну или как ряд крайнем сейчас любят говорить вот конце сентября это международный марафон который называется сула креста да вот это сладский каньон если кто был в дагестане наверно знает это замечательное место который между прочим является самым глубоким в европе вас туда пригласили или вы тоже выбрали как-то это направо на меня туда пригласил организатор говорит слушают интересный красивый каньон не хочешь ли ты поучаствовать и как бы в удовольствие уже после 77 после ночи немного расслабиться да расслабиться на проповеду слушанную классные идеи с радостью поехали зарегистрировались приехали туда это то есть него была у меня 9 августа а это уже был 29 сентября все зажило все прошло я дан быстро вас как на месте заживает прям как раз то говорят тогда да но это конец сентября холодно было не дагестан какой дагестан вообще очень уютный вот в да не климата на горы это города это горы это по 100 километров от махачкалы примерно там водохранилища и переходит он ранен красота мамчик миска вот как так называется вот но поскольку погода не располагал именно в качестве ветра ветер был против да против против надо было с другой стороны вот короче организаторы собрали брифинга это ребят первый раз в жизни но так будет лучше давайте поменяем финиш со стартом местами то есть стали на вашу сторону да и выгодит сначала по полуете по водохранилище 7 километров а потом в плывете 20 километров там горит течение будет уже на вас но ветер зато в спину и это будет легче чем плыть всю дистанция против ветра ну там участников не так много было вот и там все будет ну да давай и соответственно вот назначили старт все мы приехали очень красиво это был у вас как участников было то того обычно в одиночку а тут уже не здесь здесь до было 66 участников но тоже задача просто проплыть бизнес или время все-таки за здесь ну ну кого-то амбиции да у кого-то возможно же вот и написано что эти места вызвать ну 3 до 3 пол 3 то есть получается по каким пара по времени по времени соответственно вот пришло все таки время когда время пришло да и 2 2 2 не занял мой одноклубник мы вместе тренируемся а вот и обидно александр никитин да и обидно сильно плать нет абсолютно не обидно из как вот но здорово было это отличалось от него это абсолютно отличался от него это голубая вода и мне ребят дагестанцы говорят которые сопровождали на вид очень такие мужественные с бородой грозные а на самом деле очень добродушные готовы прийти на помощь прямо не знаю не очень люди понравились вот именно как я не гай за счету воду с тобой берешь а у меня пакета до водой и пакет то есть ящик такой пластиковый оттуда кладу какой-то запас питания потому что питаться на там через космонавт через каждые 40 минут до вода там калории быстро ждали какие-то да какие-то специальные смеси которые ты готовишь заранее батончики там и т.д. и т.п. вот вы останавливаетесь поел и дальше поплыл что да по правилам ну то есть питаться каждый себе сам не выстраивает регламент скажем так у каждого пловца свой сопровождающий то есть в этот раз он плыл на саборде на доске такой и то есть парень плыл за мной постоянно рядом смотрел как бы чего не случилось и вез запас провизии вот в этот я сам устанавливает когда он останавливается поднимает руку дает сигнал и консабель кормит меня да то есть я установил предел там 40 минут кто-то 15 минут но кому когда кто-то через 30 у кого находит больше вот это вот голодание вот и значит в этот ящик ты собираешь сам делаешь план питания он уже смотрит по плану питания останавливается тебе дает нужные там пакет или нужную вещь и там есть вода вода я ребятам говорю слушать а он говорит зачем ты воду взял я беру а как он берет кружку зачерпывает раз и сулака пробьет игру как так в принципе когда мы в принципе так и делали как бы быть не может как она еще кружку еще абсолютно я чистая вода но я как я конечно не рискнула они там все люди такие достаточно закаленные они живут в этой местности но да они для них это норма как для меня это нет наверно вот я как бы ел вот эту воду пил но это вот был такой опыт больше пока ничего не было после сентября но он еще не он закончился закончился ну я думаю достаточно этот год так а есть будущие планы какие-то так понимаю что все-таки даже из того что и кстати давайте мы покажем медали сначала вы давайте это него это не варка и медаль поддержим ее вот на это вот как раз за это 77 километров него до изображен как раз у остров орешек давайте еще раз покажем вот у остров орешек это вот наша замечательная медаль а вторая медаль это уже закарает вот да с улак с улак рейс каньон да то есть вот у вас есть вроде бы как две медали кто-то скажет всего но на самом деле 77 километров я сейчас пытаюсь понять куда мы можем от москвы до дмитров у нас 70 километров колонны от любит седаясь от любили сда куда-нибудь принципе можем далеко уехать но можем да и кстати из-за пробок мы можем эти 77 километров очень долго ехать вот какие планы куда еще хотелось бы может что-то интересное увидели планы есть да в принципе но не знаю я сейчас определяюсь я улучшу сейчас от не мудачу как бы да но то есть при за газу и навливаетесь ну хорошо по-другому спрошу планы по километражу как-то меняются он не по километражу скорее всего заплыв будет километражом чуть поменьше чем 7 и 7 но он будет сложнее по очень сложнее сложный до сложнее по преодолению и по погодным условиям и но это будет это будет это будет очень круто ну вот наверное если получится но я вот тут в перерыве или до начала программы сергея мы вспоминали федора конюхова который человек в чем только не перепробовал уже по моему в этой вот в своей вернее жизни и даже кино снято по нему по его так сказать биографии вот вы тоже относитесь к людям с довольно любопытными желаниями интересами то есть наверняка вам кто-то задавал вопрос а зачем вам это ну хорошо 30 лет но мог бы бегать и не знаю там каждый день на велосипеде к пошел бы фитнес-зал крутил бы не знаю там этот велосипед который на месте стоит зачем что что вас влечет кто вам это все предлагают ваш внутренне это я на внутренние это какая зависимость уже сродни алкоголизм или еще я не знаю но просто это хорошая тогда это хорошая зависимость но без этого как бы уже не можешь и все время хочешь завернуть вот за тот поворот где еще не был то есть не знаю это как не знаю прям вот манит а есть какой-то рекорд по километражу в этой виде марафона вы знаете наверное примером для меня бы для многих у нас является вот как раз мой тренер он свое время по озеру проплыл если не изменяет память 109 километров 109 когда за 30 32 часа я могу ошибаться этих 32 часа то есть он плыл без сна без отдыха без но только мог питаться и столько мог питаться и попадал он рассказывал что и попадал там в какие-то там штормы и то есть это в австрии было сумма с этим это очень интересно то есть это 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 вот даст рамутин ну что вы видите сами встречаемся по секундочку растут нас количество медалей вот и каждая медаль это отдельная история так что мы ждем впереди кстати до нового года в принципе скоро начнется отчет да так что вам новых интересных поездок нового километража новых ощущений напомню что в гостях у нас был сергей александрович виалов пловец на свердлинные дистанции человек который проплыл 77 километров по ниве и еще даже как это не в полном и в полной кондиции потому что ребра были немножко сломаны 57 километров плыл с переломами ну и конечно же вот это замечательный сладский каньон дагестанский который тоже по-своему был сложен ну и будем ждать новых ваших интересных плавательных экспериментов спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания